осень ребят осень вступила свои полноправные права за бортом всего лишь 5 градусов тепла сгорели холода не тепла ладно пока еще листочки зеленые настроение тоже все равно еще летние здорово народ сибиряк на 07 с вами багажнике у меня лежит маленькая лодочка сумки у меня лежит набор воблеров и блесен и направляясь и на малую речку решил разнообразить рыбалки своей и выездом на небольшой водоем половить с мультом половить на воблер очки блесенки не только лишь на джик ловить сейчас водичка остывает активно судя по температуре за бортом то сообщен 4 градуса время 15 минут 8 4 градуса на улице вот на днем обещает конечно потеплее до 17 разогреется и и Ну вот, я разложился. Один спиннинг беру с собой всегда в запас. Потому что плавать буду весь день, иду далеко от машины, соответственно. Чтобы не возвращаться, если вдруг какой-то казус, надеюсь, что не случится. А другой спиннинг разбираем для ловли. Ловить буду таким вот коротеньким смычком твичевым. Это Sportex Hydrospeed в длине 190 и TST 728. Такой вот коротенький лодочный твичевый смычочек. А трудиться он вместе с ним сегодня будет обушка MGX2. Быстрая. Как раз твичевой направленности. Суперлегкий, компактный, такой игрушечный, ну кайфовый и мощный комплект. Нитка Climax Eyebraid. Толщиной 0,14. Как видите, еще травы полным-полно. Хоть уже и сентябрь месяц. Но лето нынче очень теплое. Взросло все сильно. И толщина шнура сейчас явно не помешает. Если вдруг какая-то хорошая рыба, чтобы можно было из этой травы выдрать уверенно. Проводок сегодня у меня экспериментальный. Я решил сделать из флюрокарбона. 0,55, 35 либров. 0,55, по идее, местная щука, которая здесь до двушки максимум, редко-редко. Что-то может крупнее плюнуть. Она не должна успеть его срезать. Здесь постоянный контакт. Это травой, то еще с чем-нибудь. То есть та же самая струна, она постоянно деформируется. Ее нужно часто выпрямлять. Это немножко надоедает. Попробуем. На каждой щуке обрезан поставлю струну. Ну, начнем, пожалуй, что с блесны. С разведчика. А вот сейчас удивительный момент. Эта лодка новая. Она ND-ND. То есть здесь надувное дно. Длина 2,80. Такая же у меня была, только с надувным дном. Взял, чтобы собирать ее было быстрее с электронасосом. Был уверен, что стоять на ней будет невозможно. А по факту стою. Конечно, она очень верткая. И это не совсем удобно. Ну, и не совсем неудобно. То есть, если спина устала, встать, так постоять, маленько покидать в разные стороны, я думаю, можно будет. Не понял юмора. Какой нафиг дождь? Его обещали в лучшем случае на вечер. Зачем мне сейчас? Вот она, вот она, вот она. Смотри, какая-то блесна пошла в сторону. Ну, куда-то, думаю, блесна пошла, подожди. А там у нас щучень. Добрый день. Ух ты. Какая ты борзая, щучень. Добрый день, заходи. Еще прыгать на свечи давай сразу. Вот такая вот, ребят, щучка. Слушайте, какая дохля. Ничего не понял. Тут столько рыбы, столько малька. Ты что делала все лето? Была бы толстая, была бы грамм 700-800. А так как худая, ну кого? Иди, отъедайся. Ну вот, первая поклевка все-таки на блесну. Пока что блесну кидать удобнее. Вот такая вот, не зацепляечка. Это атом от русской блесны. Сколько он весом? 10 грамм. Потому что еще достаточно много травы. Я на самом деле думал, что ее будет меньше, но еще много травы. Поэтому воблерами, именно в плане поиска, не совсем удобно работать. А колебалка, да, проводка равномерная, не зацепляется. Кидаешь хоть в самые дебри. И вот она, по сути, из-под лопуха и клюнул. Молю, блесна, идет, идет такая, ты к сторону пошла блесна. Аккуратненько, очень она ее взяла. Подсекает, сидит. Товая же щука, где ты там? Выходи. Давай, щука, 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 выходи. Ты же там сидишь, я знаю. Блесны пока ничего не приносят, и у меня пришла идея упереться вот в такой вот воблер. Самый крупный воблер в моей коллекции – это мегабас каната. Исходя из той логики, что он, во-первых, плавающий, он будет не так часто цепляться. Ну, во-вторых, то, что он здоровенный и создает много колебаний. То есть сейчас травы много, и чтобы выманить, по идее, щуку, а тем более, более крупную, ей нужно этот воблер почувствовать. Маленькую приманку она вряд ли почувствует. А вот такую вот штукенцию она заметит с большей вероятностью. То есть сегодня день какой-то явно не активный у щуки, поэтому будем пробовать работать раздражителем. Опа! Да ладно! Ничего себе! Облесну игнорировала, а эту атаковала. Да и щучка-то такая и обычная вполне. Ну как, обычная. Такая даже на грани зачёта, в принципе, щучинцы. Она даже не съела её. Ах, ты снизу боднула и прицепилась. Иди, красавица. Ну вот, ребят, моя первая рыбка на канату. Кстати, у неё офигенные лакрасочные покрытия, потому что первая рыба, и сразу вот косяк, вот косяк, вот косяк, вот косяк. Я думаю, пара десятков щук, и на ней краски не останется. Кстати, Гидра, на удивление, справляется с ней. То есть даже, в принципе, такой лёгкий твич вполне получается. Я думаю, с такой большой приманкой оно и надо. То есть такой лёгкий твич, протяжки. Приманка большая. И я думаю, нет особой нужды в каком-то там прям яром дёргинге, твичинге с хитрой анимацией. Приманка просто большая, красивая. Щука её видит и не может устоять. Наверное. А? 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 Да-да-да, нет, не показалось. Она там промазала, со второго раза попала. Иди сюда. Иди сюда. Ты чё, блин? Бодаться с этим решила, что ли? С Гидрой? Не пободаешься. Ух ты, это даже зачётный, походу, ребят. О, какая. Это около килограммчика. Ооо. Нуоо. Хе-хе-хе. Захотела съесть приманку побольше. А красивая, какая она здесь прямо. Очень красивые здесь щуки. Вон какие, рябые. Ну, ребят, вот такая вот озёрная красотка. Вы посмотрите, какая она красивая, эта щука. В крапинку, рябая, прям вот рябчик. Рябчик местных мест. Ну, вот это, в принципе, зачётная, стандартная, стандартно зачётная щучка. То есть, около килограмма. Иногда попадается больше, полторашечки. Иногда попадаются ещё больше, двушечки. Уже пореже. Вот. Ну, вот это такой вот уже приятный экземпляр. Интересный момент. Я раньше всегда считал, что, ну, большие приманки, они нужны для активной щуки, которая питается, которая хочет есть, чтобы она её могла заметить раньше, да, и схватить. Ну, как показывает практика моих последних лет, когда я стал больше ловить на крупные приманки. Протом, это и к джигу относится, это же относится и к воблерам. Система, в принципе, схожая. То, что крупные приманки, они выстреливают по пассивной рыбе, которая не хочет клевать, которая не хочет ловиться на какие-то стандартные приманки. Ну, даже 130-е уже можно отнести к стандартным приманкам для ловли щуки, не говоря, там уже просто 10 или там 90-е. Чем-то вот нравится. То ли раздражитель, то ли чё. Ну, вот крупная приманка соблазняет пассивную рыбу. Ну, в данном случае, 160 миллиметров размера того боблера, представляете? 160. Тоже чё-то глубоковасто, да? Гринь. Система. Гринь. Гринь. А, я думаю, куда пропал воблер, я его дерг-дерг-дерг-дерг, а он не дергается, то ли на меня пошла, то ли что. Вот это она его схватила, вот это она его схватила, заходи, молодец, что ты его схватила, прям пятерка тебе, офигенная щука, крокодил, ты хорош так делать, ребят, полторашечка, кажется, в эфире-то, хе-хе-хе, вот такой вот ряпчик к нам пожаловал, закилушный, такая уже под полторашечка, Вот, они здесь, щуки не сильно длинные, они коротенькие, но толстые, видите, брюшко висит такие, сытенькие, откормленные, там первая какая-то у нас клюнула, первая тощая, знаете, уже вон какие красотки. Вода чистая-чистая, просто вообще, как слеза. Вот такие вот две сестрички с нами. Народ, а вы знаете, что такое 21 век? 21 век, это когда ты сидишь на рыбалке и смотришь турнир про Энгелерслик во время отдыха. Сегодня второй этап первого, ой, сегодня второй тур первого этапа словли судака, вот идет в кроссферке прямой эфир. Прекрасно, можно посмотреть пал, покушать и отдохнуть. Это как мы раньше прикалывались с отцом, когда сидишь так в лодке, ну тоже скучаешь или отдыхаешь, типа, эх, еще бы телевизор поставить. Но сейчас-то, что мешает телевизор включить на телефоне? Вот он, телевизор маленький. Вот, пожалуйста, включил и смотришь. Вон там. Ну, сейчас, правда, рекламная пауза идет у турнира, поэтому не видно там ничего интересного. Вот, тем не менее, в чатике народ там болтает вовсю. Телефон отцвечивает, наверное, нереально будет увидеть. Там, вон, видно, чат. Я думал, что 0,1 миллиметра осадков выглядит немножко меньше. На виде какой-нибудь просто мороси или непонятных капелек. А он так ничего приложил. Вот она, вот она на равномерной проводке вдогонку взяла. Ох ты, блин, крючок прям в пузо вошел. Ничего, поди. Поди, пронесет тебя. Вы же живучий, так-то. Да уж, 0,1 миллиметр осадков какой-то нафиг 0,1. И как карандаши. Утром я такой щучке был очень даже рад. Не столько уж карандаш. Да? Дождь льет, щука клюет. Ну, блин, побольше бы. Полторашечку. Или там двушечку. Есть же такие, по-любому. Парочка же была зачетных. Можно еще одну. Как по заказу. Давай нам воблера. Иди к родне своей. Продолжаем наши поиски. Двушки. Ух ты. Да как срезало. Как срезало. В смысле. Флюр? Флюр. Доигрался, Васи, да? Доигрался. Охренеть, а. Как будто я не знал, что так вот. Вон он плавает. Вот он плавает. Вот он плавает. Ой, блин, есть бог на свете. Спасибо тебе, что ты есть. Вот он. 0,55 флюр. Я думал, что он выдержит удар щуки. Ну, то есть. А он просто вот. Понятно. Больше баллов не будем. Я так давно не нервничал. А не нервничал почему? Потому что воблер-то не простой. Воблер-то это японский. Как бы ценник, мягко говоря, не-то. Не. Мягко говоря, кусается. Вот. По ссылке в описании. Посмотрите, сколько это чудо стоит. Во-первых, он как бы офигенно ловит. И сегодня я уверен, что любая другая приманка ему просто проиграет в хлам. А во-вторых, как бы, ну, было бы дико обидно потерять. Офигеть. 0,55 флюр. Просто на поклевке, как ножницами прошлась. Я думал, что, ну, 0,55 флюр, как бы, она может срезать, да, но при условии, что она пойпалась, там, да, зубами по нему походила несколько раз, тогда перепилила. А это просто с поклевки. Щелка, до свидания. Старая, надежная, проверенная классика. 20 сантиметров, 0,33 диаметр, кусок металла. И никаких игр больше во флюрокарбон. Все. Проучила она меня сразу. Не люблю в дождь рыбачить прям вообще. Стараясь не ездить в такую погоду. Вот сегодня, блин, прогноз был, что там дождь на минималках, а он что-то заколебовал. Дождь минимальная, ага. Вот она. Ничего себе. Вот это вы видели, этот финт ушами. Хорошая. Ё-по, что ты. Хорошая. Вот это номер. Ладно, ладно, дождь иди, иди фиг с тобой. Клюет и ладно. Вот тут. Ух ты ее. Ух ты ее. Отличная, мадама, хороша. Хороша, хороша, согласен. Это, знаете, как в той песенке. Меня не пугают. Ни дождь и ни ветер. Ну, хоть сегодня ветра нету, но дождь поганая точно есть. И вот такая вот красоточка к нам пришла. Толстый, упитанный щекарь. Не, ну какую она поклевку. Вы видели просто удары свеча сразу просто сходу. Крючки хорошие. Не отпустили. Опа. Так. В 8 часов вечера мы на точке, ну теперь уже в финише, которая утром была точкой старта. Вот такие вот, ух ты, 4 замечательные щеченцы поедут моей матушке. Ну такие прям, прям добрые. Это такой стандартный размер на оби, но мы-то здесь не на оби, мы на небольшой речке. Однозначно, лидер дня безапелляционный, безвариантный. Это каната, блин, если бы не она, наверное, лов бы сегодня был гораздо-гораздо скромнее. Вот. Ну да ладно, давайте по традиции устроим небольшой розыгрыш. Так как я ловил сегодня удочкой Спартекс, давайте разыграем вот такую вот классную бейсболку. Спартексовскую. Вот. Бейсболка на маленькую и на среднюю голову. Ну если мою голову считать среднего размера, при росте 184 и весе 88, эта кепка мне прекрасно подходит. Вот. Она на резиночке, то есть у нее нет регулятора. Здесь просто резинка, внутри кепка удобная, хэбэшная, приятная. Короче. Вот и солнышко выглянуло. Собираюсь. Всем счастливо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...